Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Президент Сербской Республики Милорад Додик удостоил Владимира Путина высшей награды Ордена с цепью за особую патриотическую заботу и любовью к Республике Сербской и Влад в укреплении российско-сербского сотрудничества. Губернатор Мурманской области вместе с сыном приняли участие в шаманском обряде и пожелал, чтобы в РФ победили. Самские шаманы – последняя надежда россиян на победу. Петербуржцев начали обзванивать от имени ЧВК Вагнер и зазывать на войну в Украину. 53-летнего отца петербурженки Екатерины позвонили утром 3 января. Звонящий представился Валерой из компании Вагнер и сообщил, что им нужны бойцы. «Хватит отсиживаться, будешь защищать родину и зарабатывать деньги», – заявил Валера. 23-летнему Артему позвонили накануне Нового года по Вайберу. Собеседник своего имени не назвал, но сообщил, что звонит из Вагнера. Он уточнил у Артема, знает ли он на такой компании и заявил, что у нас идет священная война с фашиками и пи***ми. «Тебе никто не украшает, мы умей в виду в одном городе живем», – добавил собеседник Артема. Сообщила Любовь Соболь. Украинцам за границей будет необходимо становиться на военный учет в ДИП-учреждениях. СМИ со ссылкой на постановление. Украинские посольства и консульства будут способствовать возвращению в Украину во время мобилизации, военное время и особый период призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на военном консульском учете. С самого высокого флагштока в России сняли российский флаг. Десять дней назад чиновники в Красноярске торжественно открыли самый высокий флагшток на Николаевской совке. Однако спустя всего 10 дней флаг был поврежден. По предварительной оценке, повреждение флага произошло лопастями квадрокоптера. После этого повреждения произошел дальнейший надрыв полотна ветром. «В причинах разберемся», – заявил замруководитель администрации губернатора Юлия Верхушина в соцсети. Отец четверых детей из Волгоградской области безрезультатно оспорил решение мобилизации в суде. Многодетному жителю Михайловского района Сергею Ткачеву позвонил участковый и потребовал явиться на военные сборы. Ткачев обратился в суд, узнав, что он имеет на иждивении четырех детей. Кроме того, призыву в рамках мобилизации подлежат рядовые сержанты до 35 лет, а он старше. Районные областные суды отказали Ткачеву в иске, мотивируя его тем, что повестку ему не вручали, и решение мобилизации в отношении его не принято. По данным военкомата, Ткачев по-прежнему подлежит мобилизации. Почему многодетного отца вызвали на сборы, суды выяснять не стали. В России осталось почти 76% иностранных компаний. Это говорит о многом, но многое еще предстоит сделать. Об этом сообщает Володин. По данным спикера Госдумы, наибольший рост показали предприятия по производству одежды плюс 42%, лекарств плюс 15%. Зарубежные фирмы верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны и их устраивает деловой климат. То есть те, кто ушли, терпят миллиардные издержки. Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши. Наращивают объемы, сообщил Володин. Ну-ну, охотно верим. Жителям Подмосковья поставляют дерьмовый газ. Цитата. Дерьмовый он потому, что у него низкая температура сжигания. Из-за этого газовый котел не может разогнаться выше 60 градусов. На это пожаловалась одна из местных жительниц. В комментариях ее поддержали другие жители Подмосковья. При этом о плохом качестве газа ей честно признался сотрудник Мособлгаза. Так кто страдает без нашего газа? Мы или европейцы? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. В России утвердили национальную стратегию действия в интересах женщин. Она включает соблюдение принципов равноправия между мужчинами и женщинами, повышается экономическая независимость и политическая активность россиянок. Об этом говорится на сайте Кабмина. Стратегия действия запланирована на 2030 год. Ее разработчики отметили, что женщины России ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями воспитания детей. Лишать проблемы разрыва в зарплате предполагается в том числе за счет формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения в цифровую экономику. Безусловно, государство будет в данный момент продолжать заниматься равноправием и, наоборот, повышением возможных прав и привилегий у женщин, которых и так до этого было очень немало. Количество мужчин в России заметно уменьшается, количество трудоспособного населения уменьшается также, поэтому то остается, конечно же, женщины. Поэтому женщинам сейчас в любом случае, как минимум, если не придется работать, то как минимум придется платить, потому что электорат нужно подкупать и дальше. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.